Биоритмы человека – внутренние часы, которые точно знают, когда, как и что нам нужно есть, чтобы быть всегда в форме. Влияние биоритмов на человека – тема, которая всегда актуальна и продолжает служить предметом для многочисленных исследований мировых ученых. Если жить согласно своим биоритмам, ты будешь высыпаться, чувствовать себя хорошо, независимо от погоды за окном и аврала на работе. Еще навсегда забудешь проблему лишнего веса и сезонных заболеваний. Биоритмы – это внутренние часы, работы которых совершенны. Мы можем попытаться их обмануть ночным образом жизни, энергетиками, алкоголем, неправильным питанием и другим, но и результат получим соответствующий. Либо можем изучить наиболее подходящее время для той или иной активности и постараться жить в гармонии с природой. Ученые доказали, что на уровне молекул в нашем теле существует внутренний часовой механизм – биологические часы или биоритмы человека, которые и управляют нашей жизнью. И что самое интересное, этот механизм одинаковый у всех живых организмов – от цветов до людей. Любое отклонение от заданных биоритмов может быть опасным для здоровья. Вы замечали, что у них здоровый цвет лица, блеск в глазах и всегда отличное настроение, а у других – хроническая усталость, лень и отеки под глазами. Как же жить по биоритмам и построить для себя идеальный распорядок дня? С 5 до 6 – лучшее время для пробуждения. Неспроста йога и другие духовные практики приветствуют ранние подъемы даже в выходные дни. Именно в это время наш иммунитет находится на пике своей активности, учащается частота сердечных сокращений и увеличивается кровяное давление. С 5 до 7 сокращается желчный пузырь и выходит желчь, стимулируя перистальтику кишечника. В это время следует выпить стакан теплой воды с медом и сделать легкую зарядку. Позже можно выпить травяную часть. Такая активность запустит отток желчи и метаболизм. С 4 до 12 происходит самоочищение организма, пик активности работы кишечника. Хотя и бытует мнение, что вредности лучше всего есть в первой половине дня, это не так. Переванивание сложных углеводов забирает много сил у нашего организма и останавливает процесс самоочищения. Утром лучше всего есть суперфуды, фрукты и ягоды, безглютиновая каша с растительным маслом. С 10 до 12 – лучшее время для занятий спортом в первой половине дня. Тело уже проснулось и энергетические запасы полностью восстановились. Примерно через 2 часа после завтрака температура тела, пульс и кровяное давление набирают скорость. Организм получает прилив энергии. С 12 до 16 – наиболее активная работа пищеварения, лучшее время для обеда. В обед рекомендуется есть сырые овощи и белковую пищу. С 16 до 19 – лучшее время для занятий спортом во второй половине дня. Именно в это время все внутренние показатели – частота дыхания, температура, сердечный ритм – находятся в своем наиболее эффективном состоянии. Это время наиболее подходящее для сверхнагрузок. 18.00 – прекращает свою работу поджелудочная железа. Именно поэтому после 18 не рекомендуется есть сладкое, в том числе и фрукты, и молочные. С 19 до 20 – крайнее время для ужина. После 18 с прекращением работы поджелудочной железы организм готовится к завершению дня. ЖКТ как бы засыпает, поэтому ужинать позднее 20.00 нежелательно. Учитывая, что работа органов пищеварения в это время скорее пассивна, на ужин предпочтительно выбирать тушеные либо запеченные овощи – овощной суп. 21.00 – начало выработки мелатонина. Организм готовится ко сну. Мелатонин – очень важный гормон, который в том числе отвечает и за регуляцию суточных ритмов. Важно! Мелатонин вырабатывается в полной темноте. Даже если вы спите и глаза закрыты, но на них падает свет лампы либо луны, мелатонин не способен полноценно вырабатываться. Поэтому перед сном позаботьтесь о кромешной темноте в спальне. Как изменить режим дня под биоритмом? Ложитесь раньше спать. С 21.30 до 3.00 – самый эффективный сон. Один час приравнивается двум. Если раньше ложиться спать, то организм будет быстрее высыпаться и ранний подъем придет в вашу жизнь сам по себе. Так что в заключении можно подытожить. Если соблюдать свой внутренний распорядок и питаться по биоритмам, твой иммунитет, самочувствие и фигура всегда будут в норме.